шевроле болт 2017 года скорее всего геометрия кузова нарушена поэтому я буду это все дело ставить польцваген по турбины потекли пошел ты закончил он надолго вот это все знаешь куда можешь запихать а чё еще там конечно будет цензура спустя 6 лет я наконец-то добрался сюда нюансы строительства по-российски где что-то на говоря рая как вы видите полицейский автомобиль становится все более и более полицейским уже установлена мигалочка она работает закрыть его к чертовой матери всем привет как вы уже догадались это очередной выпуск на канале элла и гора чего бы я его хотел начать во первых конечно же показать вам в ту машину который мы купили как донора с которой мы возьмем электромотор и поставим на древний польцваген ну и второе ответить на наконец-то на тот вопрос который стал появляться все чаще и чаще где собственно говоря урая и как донором мы купили вот этот автомобиль это шевроле болт 2017 года пробег как вы видите сорок одна тысяча это полностью электрический автомобиль почему наш выбор пал на шевроле болт но во первых он не такой замороченный плане электроники как скажем тесла во вторых если сравнивать с той же теслой у него узкая колесная база это в принципе то что нам нужно достаточно мощный электромотор 200 лошадиных сил и приличный запас хода на полной батареи он проезжает 300 миль выбор в принципе очевиден на первый взгляд повреждения у него небольшие то есть вот дверь порог вмятый но если мы откроем дверь то увидим полностью скрытые подушки безопасности по крыше здесь везде также у него скрытые подушки на сиденьях спереди сзади скорее всего геометрия кузова нарушена поэтому подушки и сработали что нам нужно сделать перед тем как начать его разборку и собственно вытаскивать мотор из него это разблокировать его потому что сейчас как вы видите он ехать не желает он не переключается никак нигде вот только мы можем поставить на нейтраль 5 на парковку и в принципе все он заблокирован мы еще собственно говоря не разбирались даже завтра мы будем смотреть и разбираться с этим вопросом смотрите монитор такой неплохих размеров до тесла конечно не дотягивает но тем не менее размеры его приличные порт режим трекшн контроль всего нас тут есть при мощности 200 лошадиных сил он имеет достаточно компактный электромотор он очень маленький на самом деле но лучше все это будет видно когда его будет еще когда его сниму отсюда комплекте с ним не было кабеля для зарядки нам его придется покупать отдельно стоит от 250 долларов но нам нужен в любом случае купили мы этот автомобиль за 15 тысяч долларов на аукционе но с учетом того что все запчасти которые нам будут не нужны это капот это крылья это бампера пары уцелевшие двери зеркала все это будет продано и планируемая стоимость где-то тысяч 910 итоговая с учетом того что компания которая занимается собиранием комплектом и продажей для установки электромоторов польсваген и их комплект стоит 20000 то есть уже в два раза дешевле но это еще одно только но второе но это то что их комплект устанавливается на старую трансмиссию понимаете до старая трансмиссия польсваген на нее ставится электромотор но в моем сознании это уже как-то не растет поэтому я отсюда буду брать все полностью сам электромотор ходовку ступицы и подрамник я буду это все дело ставить польсваген ну посмотрим как у меня это получится что-то мне подсказывает что скорее получится нежели нет ну будем работать и буквально на следующий день после того как шеви болт приехал к нам автосервис он уже выглядит вот так вот мы сняли с него все запчасти которые пойдут на продажу следующий этап это мы будем снимать мотор ходовку трансмиссию обещала быть добрым если бы ни одно но появление того с чем мы казалось бы попрощались уже хорошо и надолго уже видели на канале у дениса он вернулся потому что турбины потекли пошел ты закончил надолго вот это все знаешь куда можешь запихать все еще тебе в принципе это то о чем мы его предупреждали но денис это денис он сказал я хочу эти турбины и мы прилепили о чем мы тоже как бы говорили на своем канале неоднократно подкапотка без турбину выглядит однозначно скучновато но тем не менее скучать нам денис не дал он купил такие коллектора которые никак туда не вставали пришлось поднимать двигатель наверх опускать подрамник вниз и только так кое-как мы их туда пристроили но как мы их закручивали это была отдельная история все это вы конечно же увидите на канале у дениса просто как эту херню теперь будем туда ссылать понимаешь но у тебя опыта больше там конечно будет цензура но тем не менее я думаю вас получится представить мои эмоции когда я ставил эти коллектора у меня есть двигатель от шевроле камара 2015 года на механике полный комплект косой с компьютером с механикой все полностью в сборе и вот я думаю говорить ли мне об этом денису или же не стоит как вы думаете завтра денис приедет заберет этот mustang и я надеюсь эпопея с ним наконец-то будет закончено но не факт не факт и а а и и и и и и и Мустанги, Лос-Анджелес, Аллея, Звезд, Голливуд, все это, конечно, интересно, но есть и другая история Калифорнии. Это российская история Калифорнии. И вы знаете, только спустя 6 лет я наконец-то добрался сюда. И это форт Рос. Крепость Рос. Крепость была основана в 1812 году, но до этого было несколько экспедиций, которые отправлялись сюда, с Аляски, для поиска наиболее подходящего места для обустройства крепости, базы, чтобы обеспечивать сельскохозяйственной продукцией населения на Аляске. В то время, как вы помните, Аляска принадлежала Российской империи. При восстановлении этой крепости, похоже, были учтены все нюансы строительства по-российски. Как вы видите, вот этот вот забор, который собран, похоже, из подручных палок, разной длины, разного размера. Это очень характерно и отличается от строительства по-американски. Более детальную информацию, конечно же, о форт Рос вы можете посмотреть, если будет желание, в интернете. Там все это более предметно и подробно описано, нежели это расскажу вам я. Но, тем не менее, если вы будете в Калифорнии, обязательно посетите это место. Я не мог не остановиться возле этой надписи. Это знак через мост, который перекинут через Русскую реку. Но вот это, собственно говоря, и есть та самая Russian River, Русская река. Мы не можем увидеть, как она выглядела в те времена, но с тобой можем посмотреть, как она выглядит сейчас. Тут же находится ресторан Russian House номер один. Что, пойдем попьем чайку? Прежде чем я объявлю победителя, того, кому я отправлю вот этот номер, я хотел бы ответить на два вопроса. Те вопросы, которые вы задаете наиболее часто. И, мало того, эти вопросы еще и напрямую связаны между собой. Первый вопрос, который вы задаете уже достаточно давно. Организация нашего автосервиса именно как бизнеса. Кто у нас начальник, кто у нас подчиненный. Так, у нас нет ни того, ни другого. У нас полностью равноправные партнерские отношения. В нашем автосервисе три равноправных партнера. Это я, это Педро, ну и третий человек вы знаете кто. Но, помимо этого, в нашем коллективе есть еще и четвертый человек, скажем так, бухгалтер. Но это не совсем бухгалтер, потому что ее функции и полномочия гораздо выше. Она у нас отвечает за все лицензии, за взаимодействие с поставщиками. Ну и, соответственно, выполняет, конечно же, бухгалтерские функции. То есть, это еженедельный отчет. Она же нам выплачивает еженедельную зарплату. Да, зарплату мы получаем раз в неделю. Зарплату у нас от 600 до 800 долларов, в зависимости от того, какой была эта самая неделя. Потом еще один нюанс. Если, допустим, кто-то отсутствует, пропускает вот эту вот неделю, то зарплату он не получает. Ну и, соответственно, на работе автосервиса это никак не отражается. Автосервис также и продолжает работать в штатном режиме. После этой информации мы уже можем подойти с вами ко второму вопросу, который вас тоже беспокоит. Где, собственно говоря, рая? Вы знаете, что есть люди амбициозные, есть люди не амбициозные, которые удовольствуются тем, что у них есть на данный момент, и они этому рады. Но рая у нас непосредственно амбициозный человек, и ей свойственно двигаться выше, выше и выше. Сейчас она занимается какими-то другими делами, какими-то другими интересами, которые для нее на данный момент более важны, нежели автосервис. И что это за дела, что это за интересы, чем она, собственно говоря, занимается. Я думаю, она скажет вам это сама. То же самое я могу сказать и по поводу дальнейшего участия рая в этом вот нашем проекте. Будет ли она дальше в нем принимать участие или нет? На данный момент я не знаю. Нет у меня такой информации, поэтому ничего вам не могу по этому поводу сказать. Тут все зависит только от нее. Как вы знаете, сейчас в работе у меня несколько проектов. То есть это полицейский Форд, он уже вышел на финишную прямую. На днях уже состоится передача его заказчику Глебу. Как вы видите, полицейский автомобиль становится все более и более полицейским. Уже установлена мигалочка, она работает. Единственный нюанс. Изначально мы хотели ее сделать съемной, но так как Глеб купил мигалку старого образца, она очень тяжелая. Ее одному ни снять, ни поставить, поэтому она стоит стационарно. И чтобы двигаться по дорогам, нужно будет ее закрывать специальным чехлом. Выключатели для всей этой светомузыки я выбрал именно такие, чтобы были как бы такого старого образца типа ствол. В салоне у нас тоже все хорошо. Как вы видите, огоньки мигают, все работает. Я на нее оформил ее регистрацию. Теперь машина на номерах. И Глеб у нас получается теперь законный владелец этого автомобиля. Всем, в принципе, его завтра, послезавтра и будем поздравлять. Потом я заморочился с этим вот болтом. Мотор, которого мы будем ставить на Volkswagen. Следующее, что еще? У нас Prius был по планам. Вот я еще не знаю, даже я тоже в растерянности, делать ли проект с Prius. Либо же нет. Я рассказал, что знал. Теперь очередь за вами. Пишите в комментариях, есть ли смысл его продолжать в таком формате этот канал. Или закрыть его к чертовой матери. Потому что и так у меня дел хватает. Понимаете, тут работа в автосервисе, проекты. Еще и снимать мне самому приходится. Выбор за вами. Пишите в комментариях, что мы дальше делаем. Куда мы дальше двигаемся. Ну а теперь номер. Его получает Евгений Горбунов за первый и наиболее развернутый, правильный ответ. С какой машины я взял спойлер и поставил себе на Camaro. Да, это был... Ну а теперь наступило время с вами прощаться до следующего выпуска. А мне пора переодеваться и идти работать. Работа не ждет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok